Почти три сотни юных футболистов из 24 стран. В международном социальном проекте «Газпрома» «Футбол для дружбы» Беларусь приняла участие во второй раз. Накануне из Германии вернулась юношеская команда «Батэ». Ребята вышли на поле в турнире по мини-футболу. Главным же подарком для футболистов стала возможность увидеть своих кумиров. Игроков Барселоны и Ювентуса, посетив финальный матч Лиги чемпионов Уэфа на Олимпийском стадионе в немецкой столице. Впечатления юных игроков в репортаже Натальи Тарасюк. Почти три сотни участников третьего международного социального проекта «Футбол для дружбы» разместились на трибунах мини-футбольного поля прямо у Бранденбургских ворот, где развернулась главная фан-зона финала Лиги чемпионов. Это юные футболисты из 24 стран мира, а в этом году проект шагнул за пределы Европы. Впервые к форуму присоединились Казахстан, Китай и Япония. В этом году правила проведения международного турнира по футболу немного изменились. Он проходил в течение двух дней. Первые все 24 команды в результате жеребьевки разделили на тройки. Юношеская команда Батэ провела два матча, уступила хорватам, однако одержала победу над французами. Каждая игра продолжалась по 16 минут. На поле с искусственным покрытием выходило по 7 игроков. С каждой стороны в результате определили двух финалистов. Ими оказались Австрия и Швейцария. Площадка перед главным символом Берлина и стала местом финального сражения юношеского турнира. Победа досталась австрийской команде. Площадка, конечно, больше подходит для игры 4 на 4 с вратарем. Но ворота больше, 2 на 5 и количество игроков больше. Но очень может быть жарко. Честно говоря, в первой игре долго просыпались. Пока не пропустили, потом только поняли. Во второй было намного легче, уже самоотдача была, и ребята более активно играли. Команды были разные. Некоторые команды были только девочки, у некоторых мальчиков были смешанные команды. После финального поединка церемония награждения. Затем на поле выносят кубок 9 ценностей проекта «Газпром». Он достался Барселоне за благотворительные социальные программы по итогам голосования юных участников проекта. А вот в перерывах между матчами юные футболисты могли взять автограф у игроков «Зенита» и сфотографироваться с послом проекта «Футбол для дружбы» Францем Бекенбауэром. Это великое решение воплотить в жизнь проект «Футбол для дружбы». Это замечательная инициатива, и я с гордостью поддерживаю и всегда готов принимать участие в таких программах. Дети могут найти образец для подражания, а для взрослых это стимул продолжать социальную деятельность. Пожалуй, больше всего команда БАТЭ ждала финал Лиги чемпионов. Билеты на матч в подарок организаторов проекта. Хочется увидеть Месси, Неймара, Суареса, Пагба. Это моя заветная мечта. Я не могу передать словами, что у меня внутри находится. Переполняется все эмоциями. Жду матча, хочу посмотреть красивую игру. За сражением Барселоны и Ювентуса участники проекта следили на трибунах Олимпийского стадиона. И, возможно, кто-то из команды в будущем выйдет на поле в финале самого престижного европейского турнира в качестве игрока. В следующем году футбол для дружбы примет Милан. Там же определится и новый обладатель трофея Лиги чемпионов УЕФА. А возможность увидеть самый яркий матч 2016-го вновь будет и у юных футболистов из нашей страны. Наталья Тарасюк и Виталий Селявко. Агентство теленовостей. Германия.